Рассказы про ластики Ластиками во время рисования не пользуются. Вернее, пользуются, но в специальные моменты. И, например, с помощью ластика можно штриховать или можно рисовать футонированные бумажки. То есть ластиком художники не стирают неправильные линии, а рисуют. Так же, как рисуют карандашом. Вот такое удивительное дело. Или убирают какие-нибудь намеченные линии. Но тут очень важно знать, что это надо делать не во время рисования. То есть вот вы провели линию, не понравилось и тут же стерли ее ластиком. А только после того, как вы весь рисунок сделали и нашли те правильные места, где надо было эту линию провести. То есть после того, как вы завершили рисунок полностью, вы можете взять ластик и лишние линии на нем стереть. Какие-то линии построения, неудачно проведенные линии, только в самом конце, после завершения рисунка. Ластики у нас бывают разные, для разных целей. То есть они бывают разной твердости, более мягкие, более жесткие. Они бывают составом таким, типа ближе к пластику или кулчуковыми, ближе к резине. Бывают совсем мягкие. Это зависит от того, чем вы рисуете, сыпучим материалом или твердым. На какой бумаге вы рисуете, на плотной глянцевой или на рыхлой такой нежной. Чем нежнее бумага или чем более сыпучий материал, тем нежнее ластик мы используем. Я бы посоветовала ластик брать из тех, которыми пользовалась я. Мне нравится ластик Кахинор. К сожалению, вот тот беленький квадратненький ластик со слоником. К сожалению, вот видите, он у меня в таком удивительном виде. Новый ластик я вам показать не могу, но он продается во всех канцелярских отделах. Буквально это самый распространенный ластик, который вы можете увидеть. И обычно я покупаю этот квадратик и делю его по диагонали. И вот таким вот уже треугольничком очень удобно рисовать. Очень удобно штриховать и удобно вносить какие-то детали, если мне нужно осветлять работы. Еще мне понравился ластик фирмы Дервент. Он такой прямоугольный, тоже каучуковый, как и ластик со слоником от Кахинор. Им тоже достаточно удобно пользоваться. Ну, художники, я читала, еще хвалят ластики фирмы. Не знаю, что за фирма, но на них есть надпись Милан. Вот у меня он вот такой вот школьный в виде книжечки. Он какой-то, не знаю, как сказать, мне кажется, что он немного более пластиковый. Он точно более жесткий, чем ластики Дервент и Кахинор. И я также видела еще овальненький ластик с крупной надписью Милан. Тоже его хвалят, тоже говорят, что им хорошо пользоваться. Что тут хотелось бы отметить? Ластики устаревают. В запас их покупать смысла не имеет. Купили ластик, пользуйтесь до тех пор, пока вы его не закончите, пока он у вас не превратится вот в какой-то такой вот неудобный маленький крошечный комочек. Ластики высыхают. На вот эту поверхность налепляется пыль от пальцев. Они становятся, ну, пыль, просто пыль. Пыль от пальцев, например, от графита. То есть они покрываются такой вот оболочкой, достаточно грязной, некомфортной, с которой уже работать не получится. И очень часто ластик, ну, проживет какой-то, скажем так, год-два-три, и уже им пользоваться нельзя, даже если вы практически не работали. Еще один вид кластиков, который есть, он называется клячка. Вот, например, вот так она выглядит. Он может быть разного цвета. Серый, белый, голубенький. То есть это немножко разные свойства у клячки. Она, видите, она вот так вот очень сильно мнется, очень легко мнется. От нее можно оторвать кусочек. Вот у меня здесь есть оторвать кусочек. Вот я от белого ластика, так, от белой клячки отрывала кусочек, придавала ему какую-то нужную форму. Он лепится как пластилин, особенно новый. И вот этой уже нужной формой я могла удалить какие-то совсем-совсем крошечные, совсем такие мелкие детали. Клячкой не... Ластиком вообще не трудно. Бумаги вот так вот от души. Ластиком можно просто вот так вот немножко легко провести по тонкой линии. Это если вам нужно убрать какие-то лишние линии на бумаге. Либо ластик, особенно клячку, ее просто прикладывают с нажимом на нашу нарисованную линию, снимают часть графита. И вот так вот приложив и надавив несколько раз, мы осветляем графитовую линию или графитовое пятно до нужной нам светлоты. Вот эти ластики, клячки, они очень липкие. И поэтому, если она хранится вот так, как у меня вот эта вот клячка хранилась, то они со временем темнеют, меняют цвет. И на них тоже также очень сильно налипает всякая пыль. И он фактически теряет свои качества вот эти вот липучие. То есть вот эта липучая часть, она становится уже такой, ну, как бы неработающей. То есть здесь остается его либо резать, либо рвать, либо мять. Ну, то есть вот этот ластик, который пролежал у меня, ну, скажем, год без использования, вот просто так вот в открытом виде, уже практически неудобен для работы. То есть он свои функции уже не выполняет. Поэтому, если вы хотите купить клячку, поищите. Вот у Faber-Castell, например, она есть в специальной вот такой вот упаковочке. И вот этот ластик, он может храниться долго. Вот эта клячка, она может храниться долго, сохраняя все свои свойства. И с ней очень удобно ездить. То есть её очень удобно брать с собой куда-то вот в дорогу, на пленэр или ещё куда. То есть это мы с вами поговорили о клячках. Ластики ещё из тех, что я готова похвалить. Мне очень нравятся, например, вот такие в виде стерженьков. Это вот механический чехол. И к нему продаются вот такие вот стержни из ластиков. Эти стержни достаточно плотные, но они очень хорошо берут, то есть они очень хорошо стирают и твёрдые карандаши, и цветные карандаши. То есть очень удобно, если какие-то очень крошечные детали мелкие, хорошенький, удобный, приятный ластик. Ещё я периодически для высветления каких-то участков бумаги, например, если туда попал пигмент, а мне нужно там оставить, например, какое-то светлое место, пользуюсь... Ну или убрать часть пигмента в рисунке. Ещё я достаточно часто пользуюсь ластиком вот в карандашике. У нас в магазинах я увидела только вот карандашик, ластик-карандашик от Faber-Castell. Иногда я могу его даже подточить на обычной точилке, чтобы вот кончик был достаточно острым. Его можно точить так же, как карандашик ножиком, то есть непринципиально. Очень удобный ластик, очень хороший, приятный и какие-то совсем крошечные мелочи. Вот этим ластиком с карандашом стирать просто одно удовольствие. Что ещё про ластики очень важно знать? Если мы работаем с графитом, ну или с каким-то... Ну вообще, наверное, пожалуй, с любым материалом пигментным, графит это просто особенно важно. Наш ластик очень быстро становится чёрным. Буквально 2-3 движения и он уже становится совсем таким прям чёрным. Поэтому ластики нужно чистить так же, как мы точим карандаши. То есть также берём, например, ту же самую наждачную бумагу нулёвочку. Ластики, поскольку они более плотные, чем карандаши, можно также чистить вот в любую деревяшечку необработанную. Вот у меня есть специальная вот такая деревяшечка. Она не лакированная, не обработанная. Она достаточно шершавенькая. И ластик об неё очень хорошо счищается. Деревяшечку можно потом помыть. Ластики лучше чистить, чем мыть. Вот, например, об эту штучку сзади. Здесь у нас пробка. И в пробку тоже очень хорошо чистятся ластики. Ну и, соответственно, конечно, можно их чистить. О-о-о, наждачную бумагу. Самое главное следить, чтобы те участки, которыми мы прикасаемся к бумаге, были беленькие, чистенькие. То есть ластики чистим постоянно, так же часто, как затачиваем карандашки. Клячку таким образом почистить практически нереально. Клячка у нас, о, жёсткую поверхность, вот так вот будет вся истираться. Поэтому иногда у меня получалось её помыть. Если она не очень старая, то она легко может отделиться. Её можно помять, загнав, скажем так, вот эту графитовую пыль, которую мы собрали внутрь клячки. То есть её можно периодически вот так вот перемять руками и ещё какое-то время попользоваться. Но, в принципе, клячка живёт недолго. И после того, как она забьётся графитовой пылью, или если вы её там на какие-то кусочки разделите, всё равно надо покупать новую. То есть клячка у меня живёт намного меньше её срок жизни, чем вот у обычных ластиков. Повторюсь, нужны и такие, и такие. Это зависит от твёрдости вашего инструмента. То есть насколько твёрдым, например, даже карандашиком вы рисуете, зависит от твёрдости бумаги. Бумага может быть рыхлой, например, такая, какую берут для работы пастелью. Или плотная, на которой обычно работают графитовыми карандашами. То есть ластики также бывают твёрдые. Когда вы покупаете ластик, то помните его в руках. Посмотрите, то есть он должен хорошо быть упругим таким, приятно мяться. Он не должен быть прям вот каменным, жёстким. То есть вы это почувствуете, что он поддаётся, да, пальчикам, что он такой приятно упругий. Ну и, соответственно, прежде чем приступать с ластиком к вашему рисунку, обязательно попробуйте поработать на черновике. Во-первых, если вы вдруг случайно не отследили чистоту, то вот эта угольная пыль снимется на черновике, не изгваздает вам листок. Ну и, во-вторых, ластики иногда бывают твёрдыми, не совпадают с твёрдостью бумаги и просто смазывают. Они могут графитовый след не стереть, а смазать. Особенно если вы сильно надавите, если там как-то перетрёте очень сильно. Поэтому обязательно сначала пробуйте на черновике работать ластиком, а потом уже подступайте к вашему рисунку. Ну, пожалуй, про ластики на настоящий момент всё, что мне хотелось вам рассказать. Могу ещё добавить, что ластики бывают электрическими. Ну вот, я знаю, что все хвалят ластик от фирмы Derwent. У меня его нет. У меня есть вот такой вот, который работает от батареек. Но готова сказать, что он очень специфичный. И у него очень специфичный, собственно, вот этот вот ластиковый стерженёк, который сюда вставляется. Он скорее пластиковый, чем каучуковый. И поэтому ластик стирает за счёт вращения вот этого вот стерженька. И поэтому, если бумага очень плотная, то он просто отслаивается лохмотьями. И, в общем, нужного мне эффекта не получается. То есть, в сторону электрических ластиков не смотрите. К ним нужно очень сильно приспосабливаться, чтобы удобно им было пользоваться. То есть, я думаю, что, в принципе, это такая достаточно бесполезная игрушка, если только у вас не придумана какая-то своя технология рисования, в которой ластик очень активно участвует. То есть, без него спокойно можно обойтись.